Добрый вечер, это экспертное мнение на ТСВ. Сегодня Верховный Совет принял заявление по ситуации в Нагорном Карабахе. Конфликт в республике обострился 27 сентября. Тогда стороны обвинили друг друга в нападениях. С тех пор в Арцахе, это второе официальное название Нагорного Карабаха, не прекращаются боевые действия. Погибают военные и гражданские лица. И у нас на связи депутат Верховного Совета, председатель Приднестровской ассоциации ветеранов войны в Афганистане Игорь Буга. Здравствуйте, Игорь Семенович. Добрый вечер. Верховный Совет сегодня принял заявление по ситуации. Об этом мы уже сказали. Что в этом заявлении? Какая идея самая главная заложена в нем? Главная идея этого постановления и заявления Верховного Совета стоит на том, чтобы прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров. Что любые вопросы надо урегулировать только мирным путем в ходе переговорного процесса. Это если коротко, лаконично, но это главный смысл заявления Верховного Совета. Презид к миру и переговорам. Почему Приднестровье не осталось в стороне? Это близкая нам республика. Естественно, мы не могли остаться в стороне и не остались в стороне. Но при этом, тем не менее, твердо убеждены мы все, что время конфликтов ушло. Надо все обговаривать за столом переговоров мирным путем. Игорь Семенович, вы человек, который воевал и который знает войну изнутри. Как вы считаете, то, что сейчас происходит, можно было и не допустить? Надо понимать, что конфликт, карабахский конфликт, он имеет очень давние исторические корни, к сожалению. Корни эти этнические, межнациональные. И нельзя взять одной волей желание помирить вот эти народы. У них есть, что предъявить друг другу, к сожалению. И сегодня в этом конфликте уже звучат лозунги «Война до победного конца». Одни кричат «Мы победим», вторые кричат «Мы победим». При этом используются самые современные системы оружия. Системы залпового огня, типа «Иград» и «Ураган». Это очень серьезные системы вооружения. Погибает мирное население, разрушается инфраструктура. Военное решение этого конфликта существует? Горячие головы там и там считают, что это возможно. И, к сожалению, о военных возможных результатах говорят и некоторые третьи наблюдатели и косвенные участники этого конфликта. Я не буду называть эти страны. Но, тем не менее, в подобных конфликтах военного результата не было и быть не может. Он может быть достигнут только в ходе переговоров. Пока не затихнут пушки, договариваться ни о чем не получится. Надо, чтобы быстрее прекратили огонь все. Но вот смотрите, Армения и Азербайджан пока не идут друг к другу на уступки. По вашему мнению, урегулирование конфликтов должно и может осуществляться на взаимных уступках? Ну, любые переговоры – это всегда система взаимных уступок в той или иной степени. Вопрос сегодня в том, кто и какая сила возьмет их за руки, заставит прекратить огонь и посадит за вот этот стол переговоров. То есть нужен арбитр или группа арбитров, которые смогут принудить их к переходу в мирную фазу переговоров. Игорь Семенович, но мы уже видели несколько дней тому назад президенты, лидеры крупнейших держав мира – США, Россия. Они принимали совместное заявление. Это должно было стать сигналом, в принципе, для противоборствующих сторон. Но как-то подвижек особых мы не видим в этом. Одновременно с заявлениями по противоборствующим сторонам должны приниматься меры дипломатического воздействия на те страны, которые позволяют себе довольно-таки вольные высказывания о готовности поддержки этого конфликта в той или иной форме. Подливание масла в огонь здесь совершенно неприемлемо, поскольку та информация, которая проходит даже по масс-медиа, в том числе о возможном скоплении там наемников из Сирии, это говорит о возможности перерастания с Ближневосточного конфликта в Закавказске, на территорию Нагорного Карабаха. И это чревато уже ущербом для безопасности не только региона, но и в целом всего мира. Как долго ситуация может оставаться нестабильной? Не только с Арменией и Азербайджаном, надо работать с Турцией, надо работать с Ираном, причем надо работать всем вместе. Этот конфликт надо немедленно тушить. Но пока он еще полыхает, как долго эта ситуация может оставаться вот в таком состоянии? Она может оставаться и долго, и недолго. Я думаю, в ближайшее время покажет, есть ли такая работа скрытая дипломатов. Мы увидим, будет ли какой-то результат. Пока, к сожалению, ситуация плачевна, потому что погибают люди, погибает мирное население, погибают дети. Разрушается инфраструктура. И, в общем-то, накал страстей только увеличивается, к сожалению. Можно отметить только, что в этом накале страстей достоверной какой-то информации нельзя получить сейчас ни от одной из сторон. Потому что группы журналистов, которые работают в одной стороне, в другой стороне, у них противоречивые данные. Вывести какие-то единые данные о потерях среди мирного населения сейчас практически не представляется возможным. К сожалению, ситуация такая. Игорь Семенович, у меня достаточно вопрос, может быть, риторический, может быть, философский. Я даже не знаю, как правильно его охарактеризовать. Ну вот смотрите, у нас в Приднестровье живет достаточно большая диаспора азербайджанцев. Очень много армян в Григориополе. Очень много армян, особенно в Григориополе. Я, как, наверное, человек достаточно старшего поколения, могу вспомнить, как помогали люди друг другу, в том числе и на Кавказе во время, после того, как произошло спитакское землетрясение. К нам сюда приезжали, мы отсюда отправляли вещи, продукты питания и так далее. Но все было совершенно как-то иначе. Было больше помощи, понимания. И не было, наверное, такого острого ощущения чего-то очень плохого, то, что сейчас происходит. Да, вот что сейчас происходит в мире. Почему тот мир, пускай хрупкий, кого-то не устраивает? Ну, это все результат во многом до сегодняшнего дня. Бывшие республики СССР, к сожалению, продолжают делить его территорию Советского Союза. Это результат и бездумной политики многих руководителей СССР, которые перераспределяли территорию. Вот вам Темская волость сюда, Темская волость сюда, не думая о том, какие последствия и какие национальные особенности несет тот или иной регион. Это все результаты и того времени. Ну, я полностью соглашусь, что в советское время не стоял так остро вопрос национальной розни. Но, тем не менее, во взаимоотношениях Армении и Азербайджана этот уголек, огонек всегда тлел. Просто он не был сильно заметен. Игорь Семенович, спасибо, что присоединились к нам. Будем продолжать следить за событиями и будем надеяться, что ситуация в Нагорном Карабахе поскорее наладится. Спасибо вам большое. Будем верить. Да, спасибо. Мы продолжаем программу. Столичный микрорайон Кировский после ночного дождя поплыл. В прямом смысле этого слова. Так что жители Кировского невольно сегодня отметили День Нептуна. Вода подтопила некоторые улицы. У нас на связи Григорий Дьяченко, депутат Верховного Совета. Добрый вечер. Добрый вечер. Какова сейчас ситуация на Кировском после вчерашнего, ночного, сегодняшнего дождя? В принципе, есть над чем работать администрацией города. Почему? Потому что то, что было летом, кое-что сделано, в том числе силами людей. Но еще много предстоит сделать. Вот до того, как вы мне перезвонили, звонили с переулка Бажова 10. И женщина плачет, многодетная семья. И вот там получается, что смыло покрытие дороги. И они калитку не смогли, и ворота открыть. И, соответственно, дети тоже опоздали в школу. Но то, что смыло, это одно. Но она говорит, что и в доме вода была. Буквально два дня назад был я... Женщина пригласила... Семья пенсионера пригласила Калина, 56. Прошлый дождь, который был где-то неделю назад. И их настолько залило, что вода попадала и в дом, и в подвал. И стенка опорная в подвале упала. И привалило все тем закатки. И все то, что они готовили на зиму. Нехорошая ситуация. Поэтому... Сегодня утро началось с того, что в группе наш Кировский были выложены фотографии детска 47-го, там переулок Гоголя. И большая лужа, которая действительно не пройти, не проехать. В общем, проблема есть. Мы договорились. Вот буквально после передачи. Еду к директору ТДРСУ для того, чтобы пройтись буквально по всему участку, как вода течет. Для того, чтобы определить, где все те места, где ее надо улавливать. Вода-то у нас в центре Кировского, и на переулке Гравийном, и на Бажова, на энергетиков. Она скапливается уже, когда она стекла с верхнего Кировского. Поэтому там надо думать еще на улице Маяковского, как сделать, как ее отвезти. И то же самое на улице Гоголя. В общем, проблема есть. Проблема есть, над чем работать, решать. Конечно, эта проблема не этого дня. Не сейчас она возникла. Она давно была. И при советской власти частично пытались решить. Проложили лотки. Отводили воду. Но еще есть над чем работать. То есть, в принципе, вы знаете все вот эти вот точки проблемные. Я почему спрашиваю? Потому что мы тоже сегодня видели эти фотографии, которые были опубликованы в Viber группе Кировский. Если честно, я впервые увидела вот так вот ситуацию. Я была удивлена. Тем более, если вы говорите, что проблема – это давняя. Вот мне интересно, как вы сейчас будете решать эту проблему. Насколько я понимаю, вы очень быстро участникам группы ответили, что эта проблема будет решаться совместно с госадминистрацией. Так получилось, что даже по частным домовладениям были приведены такие лотки по земельным участкам, по которым вода стекала. То есть, она начиналась с улицы Маяковского, дальше уходила на улицу Герцена. С улицы Герцена по лоткам, по частным домовладениям. Она проходила на улицу Гоголя. Под улицей Гоголя большой такой вот тоже водовод проходит. Дальше он попадает на переулок Божова, переулок Чехова. Это все в лотках. Это никак не узаконено. Это все. Вода, когда идет, маленький дождь – это одна ситуация. Когда большой дождь, то из этих лотков вода вытекает и заливает дома. Заливает что на улице Герцена, что дальше на улице Гоголя, что дальше на переулке Чехова, что дальше на переулке Гоголя, что дальше на переулке Гравийном, Божова. Поэтому проблема в том, что, конечно, по большому счету, правильнее всего – это строить ливневую канализацию. Ливневая канализация – это дорогое удовольствие. То есть надо улавливать воду постоянно там, где она течет. Это уже начинается с улицы Маяковского. Таким образом, мы кардинально сделаем так, что вода не будет попадать в дома наших кировчан. Как сделать на самом деле с нашими средствами? Администрация мне ответила о том, что будет устроено два ливнеприемника. Один в районе 47-го сада и один в районе улицы Гравийной. Не дожидаясь решения администрации, мы совместно с жителями именно на улице Гравийной, там, где действительно во время дождя летних дома, через домовые участки вода протекала настолько много, что в домах вода была. И там настолько люди страдают от этого, что даже на участках просто ничего не сажают, потому что бесполезно что-либо сажать. А сколько предварительно, по вашей информации, вот таких участков и домов? Очень много. Очень много. И в этой ситуации, не знаю, здесь мы как государство, мне так кажется, должны принять ответственность за то, что вода попадает в дома. И вот та стенка, которая упала, это не от того, что человек что-то как-то не так построил или еще что-то. Мы как государство не сделали все для того, чтобы вода не попадала в их домовладения. Поэтому здесь надо, конечно, комплексно, инженерно подумать, что надо сделать. Малыми средствами, большими средствами, то есть программа таких шагов. Но делать надо. Спасать людей надо. Это ненормальная ситуация. Мы в столице живем, и мы говорим, что нас затапливает. Так не должно быть. То есть в любом случае предстоит большая работа, возможно, и поэтапная. Давайте еще обязательно, вот хотелось бы мне спросить о, недавно у нас в эфире был сюжет, о спортивной площадке, которую не могли поделить подростки и мамочки с маленькими детьми. Не знаю почему, но меня как-то это немножечко задело. Стало интересно сейчас, решается как-то эта проблема, к чему-то смогли прийти с местными жителями, с местными детьми и мамочками к какому-то решению? Спасибо за вопрос. Могу одно сказать и обрадовать жителей Кировского, что у нас праздник. Я вот сегодня разместил в нашей группе. У нас начали, администрация города сегодня начала установку детской большой площадки напротив детского центра «Мир» и, соответственно, тоже больших снарядов для занятий спортом. То есть у нас на поселке праздник. Я думаю, что это будет здорово. Почему? Потому что там удобно и родители могут присесть и отдыхать, когда дети играются. И вместе с тем и спортом люди будут заниматься. Ну, такие планы на будущее. Соответственно, там еще надо будет высадить деревья для того, чтобы дети, когда будут играться, то чтобы в тени игрались. Но я могу сказать, что действительно это большая радость. И спасибо администрации города, что она откликнулась на наши пожелания. Что касается той площадки по Сакриера 5757Б, мы провели два собрания там. На первом собрании я понял, о чем люди, что люди хотят. Так, соответственно, взял такую неделю для того, чтобы определиться, что и как. Но, во всяком случае, принято решение, что направлены письма на администрацию, на ОНО, на министерство, о том, что нам надо привести в порядок спортивную площадку, футбольную площадку за 15-й школой. Для того, чтобы тоже дети, которые хотят играть в футбол, чтобы имели возможность. И их никто не говорил о том, что уйдите, не мешайте нам. Но та площадка не совсем приспособлена. Там и грязи много. И она не огорожена от неоконченной строительства 15-й школы. Там недострой. И на этом недострое есть не совсем хорошие дела, скажем так. Поэтому я попросил о том, чтобы огородить этот недострой от вот этой спортивной площадки 15-й школы. Там необходимо, в том числе, привести в порядок забор. Всегда необходимо находить компромиссы. Потом следующее, я родителям говорил, ну, ваши детки подрастут. И тоже захотят играть в футбол, безусловно. И тоже захотят в футбол играть. И вот представьте себе, что также самые другие родители будут говорить вашим детям, уйдите, вы здесь не играйте. Надо все-таки находить какие-то компромиссы и консенсусы. Спасибо вам большое. Напоминаю, с нами на связи был депутат Верховного Совета Григорий Иванович Дьяченко. Будем надеяться, что у Кировского все сложится хорошо. Бендеры завтра отметят день рождения городу 612 лет. Массовые мероприятия из-за карантина отменены. Но это не повод поговорить об изменениях, которые происходят в Бендерах. К нам присоединился Юрий Карра, председатель Бендерского городского совета. Добрый вечер. Добрый вечер, Юрий Иосифович. Поздравляем вас и Бендеры с наступающим праздником. Естественно, мы не можем не отметить, что такого скромного дня рождения у Бендер, по-моему, еще не было. Правда? Да, фактически, к сожалению, да, с учетом карантина, фактически все мероприятия такие публичные отменены. В том числе и возражение цветовья и так далее. Часть мероприятий будут проходить в онлайн-режиме, так, например, как Бендерский пьедестал. А что это? Что это за мероприятие? Ну, это наша городская номинация, где по итогам прошедшего года, ко дню города, мы проводим чествование лучших специалистов в различных отраслях. С учетом специфики этого года, это в основном будут те люди, те сотрудники, те специалисты, которые работали именно в этих сложных условиях пандемии. Мы так подозреваем, что это будут медики, милиционеры, все те, которые, как говорится, на передовой, да? Да, которые стояли и стоят на передовой. Некоторые из них, к сожалению, переболели по разу, по два раза ковидом. Поэтому эти люди, которые рискуя своей жизнью, работают во благо жителей нашего города и нашей республики. Вы давно в Бендерах. Как меняется город? Вот многие знают, помнят Бендеры, маленьким, зелененьким, таким хорошим городом. Он сейчас такой же, но уже с такими новыми очертаниями, изменениями, которые происходят в последние годы. Я живу с 87-го года в городе. И вы знаете, вот эта основная динамика, что произошло с городом, скажем так, советского, полсоветского периода до сегодняшнего дня, она проходила себя перед моими глазами и проходит, где я являюсь одним из активных участников тех преобразований, особенно в последнее время. Независимо от своего возраста, город был молодой. Почему? Он строился, он развивался. Строились новые многоэтажные дома, новые жилые микрорайоны, дошкольные учреждения, школы. И потом были годы развала Советского Союза, когда этот город остановился. Но сейчас город тоже строится, и мы это видим так или иначе. Но вот хотелось бы об этом поподробнее. Вот я бы хотел к этому как раз моменту подойти. Вы знаете, я не хочу давать оценку всему вот этому периоду по-советскому. Я бы хотел остановиться на последних четырех годах. Это будет много, мне кажется. Много сделано. Да, это будет конкретно вот этот рубеж, через который перешагнула не только республика, но и наш город. Если мы до 2016 года, фактически можно сказать, до 2015 года, мы пользовались еще тем старым наследием по инерции, который достался от Советского Союза, то только именно последние четыре года мы можем говорить о том поступательном, наконец-то, движении вперед. Мы начали достраивать недостроенные дома, многоэтажки. Мы еще год-два, у нас в центре города был большой-большой пустырь. Я об этом неоднократно говорю. Это говорю как раз о квартале, где находятся стадион и бассейн. Мы вернули городу и стадион, и бассейн. И парк рядом. Да, и работы там продолжаются. Мы, знаете, вот я когда приехал, я знал, что в городе есть крепость, но ее не было видно. Ее было видно только когда едешь со стороны Террасполя в Кишневском, направлении, в сторону города Бандеры, переживаешь через мост, и видишь с правой стороны, мы видим с правой стороны какие-то там строения, которые напоминали крепость. И посмотрите, что произошло за эти четыре года. На месте крепости сегодня создан уникальный историческо-туристический центр, в котором мы проводим добрую часть сегодняшних всех городских мероприятий, на которые приезжают не только жители нашей республики, но и жители соседних республик. Да, получилась новая достопримечательность. Да, и это создано за последние годы. В нашем городе начали появляться новые скверы. Город начал расцветать, он начал молодеть, он начал приобретать то старое свое доброе имя, зеленого, чистого, прекрасного города. Юрий Иосифович, Вы сказали о том, что стали строиться скверы и так далее. Мы видели, изучали визуализации этих проектов. Они действительно впечатляют. Понимаю, что там территория будет действительно интересная и создана с учетом горожан разного возраста. Детей среднего возраста, пожилых людей. Вопрос в том, как в условиях пандемии и в условиях того, что в любом случае есть еще какие-то другие проблемы. По Вашим оценкам, когда удастся все это дело достроить? Когда, собственно говоря, увидят жители Солнечного, по-моему, правильно так называется, микрорайон, сквер, который там готовится? Сейчас, мы знаем, парк школьный у Вас тоже готовится. Ну вот время, как Вы думаете, к весне следующего года, к лету уже можно будет полноценно гулять в новых скверах и парках? Ну, я скажу так, мне бы хотелось отдельно остановиться на скверах. Можно по-разному относиться. Есть люди, которые пытаются показать на фоне какой-то негатив, что неправильным расходом денежных средств и так далее. Нет, они нужны скверы. Это именно места сегодняшней релаксации. Это места, где сегодня родители могут своими детьми выйти на прогулку, подышать свежим воздухом, посмотреть, когда дети играют, быть рядом. Это прекрасные места отдыха. И прекрасно то, что вот первый сквер, который у нас зародился, в частности, на Борисовке, это как раз вот то новое, что у нас на сегодняшний день. Это есть вот эта коллективная работа депутатского корпуса и исполнительного органа власти. Когда она началась с инициативы депутата Петрика, и она подхвачена сегодня депутатом Кошуным и депутатом Кучеренко. Потому что именно вот эти скверы сегодня создаются при совместном участии, причем материальном участии, денежном участии, непосредственно как депутаты Верховного Совета, так и нашего городского бюджета. Но мы видим, что и местные жители тоже принимают активное участие в строительстве новых вот этих вот зон отдыха. Они принимают особенно активное участие в рамках обсуждения проектов, названия и так далее. Поэтому, например, мы на сегодняшний день по одному из проектов восстановления пионерского лагеря Лира, мы тоже открыли городской конкурс проектов. Мы стараемся работать во благо города вместе с жителями всего города. В городе достраивают объекты по фонду капитальных вложений, строят другие объекты. Кстати, вот когда заезжаешь в Бендеры, выиграли с правой стороны крепость, а с левой стороны видна новая грибная база. Очень классный проект, который реализовали для спортсменов. Мы бы еще хотели затронуть такую тему. В городе в прошлом году открыли Инвапанспорт. Это такой спортивный реабилитационный центр. И в этом году как бы продолжилось это открытие. Достроилось еще одно здание. Это центр для людей с инвалидностью. Насколько как бы важно вот в таком направлении развивать город? Инфраструктуру города, да. Я считаю, эта работа необходима. Она в городе ведется и будет продолжаться вестись. Потому что многие как раз наши жители с ограниченными возможностями показывают нам пример жизни. По вашему мнению, какое место в Бендерах сейчас считается самым популярным? Потому что локаций становится все больше. Хотелось бы узнать такое место притяжения в Бендерах. Ну и, наверное, ваше любимое место уже назовите. Ну, в отношении наиболее такого интересного места, это сегодня становится, конечно, Бендерская крепость. Мы получили, наконец-то, прекрасную площадку для проведения городских мероприятий. И если по прошлому году взять, то фактически каждые выходные у нас проводились мероприятия, причем на уровне республиканского уровня, именно на площадке, на территории Бендерской крепости. На сегодняшний день там создается не просто туристический, исторический, такой культурный центр. Буквально рядом мы открыли новый городской пляж, работы на котором продолжаются. И мы делаем это просто в такой городской зоне отдыха. В отношении, какое наиболее место отдыха или городское место больше нравится мне? Ну, я скажу, для меня это очень тяжелый вопрос, потому что, как вы можете сказать, что вам может нравиться вашим ребенком? Бендерская для вас ребенок. Нет, я просто, может быть, провел не совсем корректную параллель, но что он нравится вашим родителям. Я люблю этот город. Этот город для меня стал родным. Спасибо большое, Юрий Иосифович. Напоминаю, что с нами на связи был председатель Бендерского горсовета Юрий Карра. Мы поздравляем город с наступающим праздником и желаем ему процветания. Это была программа «Экспертное мнение». Сразу после нас смотрите новости на ТСВ, не переключайтесь. Всего доброго, до встречи.